Обязан по совести. Это именно та установка и тот настрой, с которым Николай Красовский идёт навстречу к своему избирателю. Честный, открытый диалог, ответы на любые, даже самые неудобные вопросы. Это залог доверительного взаимодействия с жителями 26-го избирательного округа, которые доверили ему статус депутата, предполагающий представление их интересов на уровне законодательной власти. Ежедневная работа с обращениями граждан на прямых телефонных линиях, в многопрофильных консультационных центрах позволяет держать руку на пульсе событий, решать возникающие вопросы, знать, чем живут его избиратели. Сегодня основным направлением нашей встречи, отчёта, это будут вопросы благоустройства. Поскольку всё-таки Восток строился давно, много домов уже было построено, скажем, давно. Требуют капитального ремонта, дворовые территории, деревья старые, где-то удалённые деревья есть, посадка деревьев, асфальтирование проезжей части. Вот эти все вопросы, они будут у нас на повестке дня. Действительно, тема благоустройства стала основной в диалоге с горожанами. Большинство вопросов затрагивали ситуации наведения порядка на земле, дворовых территорий, ухода либо спила зелёных насаждений, благоустройства детских игровых площадок и многое другое. Также были обозначены проблемные территории, требующие дополнительного внимания со стороны законодательной власти. У нас есть несколько по участку проблемных территорий, которые требуют проведения капитального ремонта. Вот я ставлю перед собой задачу. За время работы в округе, значит, всё-таки доказать, добиться, чтобы эти дворы вошли в программу капитального ремонта и были сделаны. Помимо определения направлений дальнейшей работы, на встрече с избирателями депутат отчитался о сделанном. К примеру, Николай Красовский поделился с жителями микрорайона «Восток» результатами глобальной реконструкции партизанского проспекта, которая частично затронула и дворовые территории. Также были сделаны тротуарные подходы к остановочным пунктам, убраны аварийные деревья и посажены молодые. Обустроена детская игровая площадка возле ФОКа, начаты работы по благоустройству парка воинов-интернационалистов. Пришедшие на встречу жители микрорайона итогами работы депутата остались довольны. Слушают и слышат. Я думаю, что так есть на самом деле. Не знаю, я верю лично. Я могу оценить его работу очень и очень положительно. Мы его уже знаем не первый год. Он у нас здесь второй год. И если бы у нас в парламенте и везде были такие депутаты, то вопросы бы решались очень быстро и хорошо. Со всеми вопросами, которые мы обращались, даже когда он был в прошлом созыве, все вопросы были решены. По работе это действительно человек, который на своем месте. Вот и все. В тот же день состоялась еще одна не менее важная встреча главы депутатского корпуса с представителями здравоохранения города. Николай Красовский обсудил с руководством медучреждений Бреста улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи населению. Кадровые вопросы, позиционирование медицины в плане развития материальной базы уже по существующему факту. В последнее время мы очень много построили медицинских учреждений. Надо сказать, что за это время с 2014 года на 100 коек увеличилась коечная мощность учреждений здравоохранения города. Мы приросли хосписом, приросли станцией скорой помощи. Построено прекрасное приемное отделение в больнице скорой помощи. С начала 2018 года уже на уровне обл. исполкома было принято решение и начата предпроектная подготовка по строительству медицинского комплекса в Заречном районе города. Также Николай Красовский обозначил знаковые подразделения, которые войдут в состав Зареченского медицинского комплекса. Поликлиника взрослая на 500 посещений, детская поликлиника на 600 посещений и женская консультация на 190 посещений. В настоящее время на 2019 год уже сформировано технико-экономическое задание на проектирование. Брест-проект приступил к проектированию. Заказчиком строительства является УКС города Бреста. Выделено финансирование за счет городского бюджета миллион рублей и уже оплачены авансы на проектирование. Больше того, хочу сказать, что УКС города Бреста планирует еще в этом году в рамках первой очереди провести подготовку участка. Многоплановость и информативность встречи определила дальнейшее направление работы, скоординировала взаимодействие представителей исполнительной и законодательной властей. Полезность данного мероприятия прежде всего в том, что здесь на первом месте, считаю, был такой информационный посыл со стороны депутатского корпуса. Вот непосредственно присутствовал Красовский Николай Васильевич. Ну, скажем так, на определенном этапе сверили часы, обозначили определенные проблемы. Они, конечно же, существуют. Мы проговорили варианты, где их можно улучшить и исключить эти проблемы. Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова